Я часто слышу много мнений о том, что выращивать рыбу в УЗВ невыгодно. Ну, замкнутая система, куча оборудования, все это дорого, рыбу надо выращивать на открытой воде, ну, например, в прудах, в садках и так далее. На мой вопрос, а почему в УЗВ невыгодно, отвечают, ну, очень дорого, отопление, электричество и так далее. Так вот, сегодня я хочу разобрать на самом деле, как обстоят дела, действительно ли это так, и, кстати, отчасти я с этим согласен. Так вот, сегодня мы разберем на части выращивания садковое и УЗВ сравним их между собой и посмотрим. Меня зовут Антон Фельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Устраивайтесь поудобнее, а мы поехали, начинаем. Ну, и для начала давайте разберемся вообще садковая технология, открытая УЗВ, вообще для тех, кто не в теме, что это такое и в чем разница. Ну, что такое открытое выращивание? У нас с вами в стране огромное количество воды, это огромные чистые озера, это различные реки, водохранилища, это подземные водоисточники. Так вот, выращивание на открытой воде, по сути, означает то, что вы ставите процесс выращивания в неком водоеме или берете готовую воду и прямотоком подаете ее в бассейн и сливаете дальше. То есть оно не подразумевает никакой очистки и повторного использования. Что это за технологии? Это садки, это пруды, это бетонные каналы, когда вы забираете часть потока реки, например, и направляете в каналы. Это бассейны проточные, когда вы берете, например, подземный водоисточник, подаете воду в бассейн и сливаете ее в канализацию. Ну, сегодня мы с вами разберем в первую очередь садки, так как в них выращивается основное количество рыбы в нашей стране. Я имею в виду ценные виды рыб. Ну и технология УЗВ. Я думаю, кто смотрит наш канал, прекрасно знает, что УЗВ это замкнутая автоматизированная ферма, в которой есть рыбоводные бассейны, есть система фильтрации и рециркуляции повторного использования воды. Все это построено в теплоизолированном здании, автоматизировано и работает круглый год. То есть это большое количество фильтров, оборудование и автоматики. Открытое выращивание. Как правило, у нас в России, северо-запад страны, это выращивание лососевых, то есть это форель, атлантический лосось, сиговый. Ну, например, форель у нас больше всего выращивают в Карелии, примерно 30, а может быть, уже и больше 1000 тонн в год. Баренцево море это атлантический лосось, то есть там тоже садки стоят, но уже в море, в соленой воде, а не в пресной. Юг России, Краснодарский край, Астраханская область, это выращивание осетровых. На самом деле осетровые они разбросаны у нас по всей стране, по всей европейской части России в первую очередь. Ну, а система УЗВ, она по факту не привязана вообще к геолокации, поэтому фермы раскиданы по всей нашей стране, и здесь каких-то тенденций, где что выращивается, я бы, наверное, не проводил, не стал. Вот это, собственно, две технологии, которые мы сегодня разбираем. Поэтому давайте теперь перейдем к экономике, посчитаем, что стоит нам вырастить рыбу в садках, что стоит нам вырастить рыбу в УЗВ, и сравним это. Действительно ли так страшен черт, как его молюют, или не так все критично? Ну и поехали. Первая и самая основная составляющая в себестоимости выращиваемой рыбы это корма, конечно же. И в садках, и в УЗВ, если мы говорим о ценных видах рыб, я сейчас не беру различных там карпа, толстолобика, белого амура, все это происходит в прудовых технологиях. Я вообще с этим, как правило, не сталкиваюсь, поэтому основное это, конечно, ценные виды. Так вот, для того, чтобы вырастить, ну, например, килограмм форели в садках, требуется примерно 1,4 кг качественных экструдированных кормов. Вся Карелия раньше сидела на европейских кормах, сейчас продолжает плюс-минус на них сидеть, но уже ищет альтернативы. В УЗВ для того, чтобы вырастить килограмм рыбы, нам требуется сопоставимой навески примерно 1,250-1,300 кг. Почему в садках больше? Потому что в садках рыба сидит несколько сезонов, и там есть период зимовки, когда рыба не кормится и только теряет навески. Так вот, в УЗВ рыба не имеет зимовки, там круглый год одни и те же параметры роста, поэтому по факту вот эти потери как раз это и есть 0,1-0,15 от кормового коэффициента. То есть, если переводить это в деньги, ну, допустим, может быть уже чуточку устаревшая цена на корм, 200 рублей за килограмм, берем 1,4 кг, получаем 280 рублей за килограмм, это цена корма. Я думаю, сейчас она чуть выше, но на мой взгляд, рынок чуть раздут и завышен, поэтому я думаю, она должна все-таки спуститься. И второе, это УЗВ, то есть 200 рублей мы умножаем на 1,25, получаем 250, то есть УЗВ 250 рублей на килограмм рыбы, это цена корма садки, 280, разница в 30 рублей в пользу УЗВ. Посадочный материал. Ну, посадочный материал может быть либо икра оплодотворенная, либо малек. Он используется одинаковый, например, если мы выращиваем форель. Да, безусловно, есть вариант с триплоидами, но мы сейчас их не берем. Поэтому давайте мы представим, что выращиваем 2-х килограммовую форель, из одной штуки посадочного материала получается 2 кг рыбы. Например, возьмем оплодотворенную икру с учетом максимального отхода, допустим, из двух икринок одна погибает, то есть 50% отход, это больше, чем на самом деле нормативы. Мы получаем, что на 1 кг рыбы нам нужна 1 штука оплодотворенной икры. Средняя ее цена сейчас 3-4 рубля за штуку на рынке. Берем 4 рубля. То есть 4 рубля в килограмме рыбы оплодотворенная икра здесь, 4 рубля за штуку оплодотворенная икра на УЗВ. То есть что садки, что УЗВ, расход на посадочник одинаковый. Да, предполагаем, что у садков есть свой инкубационно-мальковый цех. В противном случае им нужно покупать уже готового малька, тогда для садков расход больше. А в УЗВ, как правило, более-менее промышленным, уже автоматом закладывается инкубационно-мальковый блок. Персонал. Безусловно, для того, чтобы поддерживать процессы на ферме, нужен персонал. Я бы так сказал, что на садковой ферме, что на ферме УЗВ, в зависимости от того, как организован процесс, количество персонала может быть очень разным, особенно на ферме УЗВ. Но в среднем, я бы так сказал, что количество персонала, оно эквивалентно. Например, что тут вырастить 500 тонн рыбы, что тут нужно. Здесь, например, больше будет каких-нибудь техников, которые обслуживают автомототехнику на садках. Здесь люди, которые обслуживают оборудование УЗВ. Рыбоводов количество плюс-минус одинаковое, поэтому я бы не сказал, что будет какая-то разница в персонале. Поэтому здесь бы я закладывал условные, например, 50 рублей на килограмм, что тут, что тут. Конкретно расходы на персонал. Электроэнергия. Вот здесь начинается разница. Не в пользу УЗВ. На садках, ну, безусловно, есть какая-то техника, которая требует электроэнергии, есть освещение. Но я бы сказал, что расход, он незначительный относительно того тоннажа рыбы, который выращивается. Поэтому условно берем, что там ноль расхода на электричество. На УЗВ содержится большое количество оборудования, которое потребляет электроэнергию. Это насосы, фильтры, кислородные генераторы, ну и так далее. Средний расход промышленной фермы на выращивание одного килограмма форели составляет 5 киловатт. Мы умножаем 5 киловатт, допустим, на 8 рублей, получаем 40 рублей. Это себестоимость рыбы по электроэнергии, которая есть в УЗВ. То есть вот здесь УЗВ на 40 рублей дороже, нежели чем в садки. Отопление. Точно так же, как и электроэнергия, отопление действительно на ферме УЗВ есть. То есть садки, они ничем не обогреваются. Да, есть какое-то отопление различных бытовых корпусов, где сидит персонал, но это настолько ничтожно по сравнению с тоннажем рыбы, что мы тоже берем цифру 0. Для того, чтобы вырастить 1 килограмм форели на ферме УЗВ, нам нужно примерно от полкуба до куба газа. Это уже данные, полученные многими расчетами и практикой. Давайте возьмем по максимуму куб газа ценой 10 рублей. Средовательно, у нас 10 рублей. В структуре себестоимости рыбы это отопление. Складываем электричество и отопление вместе, получаем 50 рублей. Это уже разница УЗВ. Расходные материалы и обслуживание. Ну, допустим, ферма садковая. Там рыба болеет, нужны медикаменты, нужны антибиотики. Там нужны различные расходники и бензин для автомототехники, чтобы к садкам этим добраться. Там нужно обслуживание катеров. Все это вместе, ну, мы можем посчитать, пусть это будет, допустим, 10-20 рублей на килограмм рыбы. Точно так же на ферме УЗВ там отсутствует все то, что есть на садках, но есть фильтры, насосы, различные технологические оборудования, которые тоже, пусть и не требуют большого количества денег, но его надо обслуживать. Поэтому давайте мы условно возьмем эквивалентно, что на ферме УЗВ 20 рублей на килограмм рыбы, что на садках 20 рублей на килограмм рыбы. Это расходные материалы и обслуживание. А теперь давайте возьмем калькулятор и попробуем посчитать, что у нас с вами получается. Садки 280 это корм, плюс 4 это посадочный материал, плюс 50 это персонал, электроэнергия отопления отсутствует, это 20 рублей, это различные расходные материалы и обслуживание. Мы с вами получаем 354 рубля, это себестоимость килограмма рыбы, это садки. Теперь возьмем УЗВ. 250 это корма, те же 4 посадочный материал, те же 50 это персонал, 40 это электроэнергия, 10 отопления и 20 обслуживания. 374 рубля за килограмм. Как видите, разница итоговая получилась всего лишь в 20 рублей на килограмм. Это чисто производственные расходы, безусловно, если мы будем закладывать различные там непредвиденные затраты, административные затраты. Как правило, у садковой фермы реальная экономика это примерно 400 рублей на килограмм, то есть плюс 50 вот на все это, и плюс 50 мы можем еще накинуть в ферме УЗВ на все остальное. Поэтому, если брать чисто производственные расходы, 354 это садки, 374 это УЗВ. В чем разница? В УЗВ мы на 30 рублей меньше тратим корма, но при этом на 50 рублей больше мы тратим электроэнергии, то есть и отопление. Вот, собственно, и все. Вопрос, где те самые кошмарные расходы, электричество, отопление, почему считают, что это настолько дорого? Если у вас есть свое мнение, обязательно пишите об этом в комментариях. А сейчас я сам немножко скажу в защиту тех, кто говорит о том, что выращивание на открытой воде это дешево, а УЗВ это дорого. Есть один очень важный фактор. Он не относится к операционным затратам, которые мы только что просчитали и, в общем-то, убедились, что нет того, о чем люди беспокоятся. На самом деле люди очень сильно преувеличивают потенциальные затраты на электричество и отопление. По факту они вот такие, в районе 50 рублей на килограмм. Есть такой фактор, как изначальное вложение. То есть вот мы возьмем садки. Да, безусловно, нужно найти акваторию, получить кучу согласований, решить много проблем. В Карелии сейчас практически нереально получить нормальные участки под выращивание форели. Но если вы все же справились с этим, то по факту поставить садки это в несколько раз дешевле, чем строить ферму УЗВ. Поэтому, да, действительно, первоначальные вложения в случае, если мы сравниваем готовую акваторию и готовый участок, и построить там и там ферму в УЗВ могут быть в 2-3 раза больше. Да, это действительно так. Поэтому срок окупаемости этих вложений при прочих равных будет дольше. Вот, наверное, это то самое, о чем и говорят очень часто, просто путая немножко это с операционными затратами. Но лично я придерживаюсь одной простой истины. Нужно стараться брать от различных технологий самое ценное и стараться их комбинировать. Тогда вы получаете максимально устойчивый бизнес, потому что я общаюсь с огромным количеством предприятий. И вот есть в чистом виде садки, у которых есть проблемы с посадочным материалом постоянные, проблемы с болезнями, с тем, что им где-то не хватает площадей. У них есть свои проблемы, которые закрываются тем, что вы строите инкубационно-мальковый цех УЗВ, а тенденция будет, скорее всего, такая, что будут выращивать ее уже до более крупной навески. При этом у УЗВ есть проблемы в том, что большое количество инвестиций в ферму нужно, ну и выращивание в УЗВ до товарки, как раз-таки там ограничены площади, вы не можете вырастить большое количество рыбы. Поэтому я за комбинацию двух методов, вот если лично я, за то, чтобы выращивать молоть в УЗВ, дальше по возможности это высаживать в открытые водоемы и доращивать до товарки. Таким образом вы при относительно адекватных вложениях можете в несколько раз увеличить производительность вашей фермы. Для тех, кому интересно, я прикладываю в качестве бонуса те расчеты, которые я делал. Если у вас есть свое мнение, я где-то не прав, имею право быть неправым, обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Пельчер, и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать в этом хорошие деньги. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова